Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, зрители моего канала! Спасибо вам за ваши лайки, просмотры, комментарии и тёплые слова. Смотрите, пожалуйста, на моём канале различного рода торопрогнозы на месяц, неделю, год для каждого знака зодиака, а также общие торо-расклады на различные темы, карьера, исполнение желаний, работа, отношения. Сейчас, к вашему вниманию, торо-расклад общий, мотивы отношений, то есть вот что мотивировало в отношениях вашего партнёра. Расклад актуален для вас тогда, когда вы его нашли. Ну и смотрите, конечно же, первый раз. Второй раз уже неинтересно. Сейчас подумайте о своём партнёре, что он ждёт. Будем от вас смотреть вопросы, что он ценит вас, чем вы его вообще привлекли. Подумайте, представьте своего партнёра и будем смотреть, что карты торо расскажут об отношениях. Так, первую карту будем доставать. Чем вы привлекли своего партнёра на начальном этапе отношений? Так. Король жезлов. Так. Вторая карта. Что ждёт от вас партнёр? Старшая аркан лупец. Третья аркан лупец. Как вас воспринимает ваш партнёр? Кстати, тройка мечей. Это может быть и для мужчины расклад. Тут, как я понимаю, разницы нет. Мы смотрим отношения, так что это может быть и мужчина может загадывать. Так. Что ценит ваш партнёр в вас? Солнце, старший аркан. Так, это у нас четвёрка. Пятый. Что нашёл партнёр в вас такого, чего нет в других? Вот интересный, да, вопрос? Четвёрка. Жезлов. Это у нас пятая. Так, шестая. Что он думает о ваших отношениях в целом? Королева мечей. Так, это у нас шестёрочка. Сюда шестёрочка. Седьмой. Что он хотел бы получить от вас, ваш партнёр? Что вот, может, хочет, но не говорит. Умеренность. Старший аркан. И восьмой аркан мы сейчас достанем восьмёрочку. Это итог вообще отношений, какой он возможен. Рассмотрим. Восьмёрка кубков. Тут немножко печалька. Так, может быть, начинаем. Значит, первая карта у нас. Чем вы привлекли на начальном этапе партнёра? Здесь выпал король жезлов. Это, конечно же, предприимчивость, успех в карьере, профессионализм. Так что партнёру понравилась ваша предприимчивость, профессионализм, уверенность в себе, что вы умеете решать какие-то дела, проблемы, может быть, даже вопросы. Очень такой вот активные вы. Вот понравилось вашему партнёру, что вы активничаете. То есть вы не сидите на месте, у вас много огня, потенциала. Такой вот характер, движение вперёд. Понравилось. Второе, что он ждёт от вас. Тут старший аркан глупец. Очень даже... Это может означать и такую невинность. Вообще, в отношениях с вами он ждёт какие-то вот перемены для него самого, для вашего партнёра. Новый этап вы для него. Вот он, глупец. Новый этап жизни. Новизна какая-то. Это вот спонтанность, лёгкость отношений. То есть, что вот легкое типа жизни, как вот этот глупец, чуть ли не глядя под ноги. В общем, такой лёгкости хочется партнёру от вас. Чтобы отношения были не такими тяжёлыми. Может быть, даже лёгкими. Может, даже он ждёт, мало ли у кого что. Может, рассчитывать на кратковременный роман. То есть, лёгкость, новизна, что-то неожиданное в вас, вот, может, будет. Вот то, чего не было раньше. Чего-то нового. Нового и лёгкого. Вот так я бы сказала. Это основная такая тема. Третье. Как он вас воспринимает? Ну, воспринимает. Сейчас что-то тройка мечей. Это такое огорчение, боль. Воспринимает, вот, переживает почему-то. Не знаю. Может, переживает, так как был, неудачные были отношения. Теперь вот всё так, знаете. Воспринимает пока сейчас так очень переживательно. Сердцем переживает, волнуется. То есть, восприятие такое вот волнительное у человека. Близко к сердцу воспринимает. Вот так вот, близко к сердцу. Что ценит? Здесь старший аркан солнце. Кстати, это очень созвучно с королём жезлов. Это то, что мы говорили, чем вы его привлекли. И тут опять солнце. Солнце – это естественно. Энергия. Это успех. Во всех делах. То есть, ваш партнёр ценит вас, будь то женщина или мужчина, или наоборот, ваше стремление к успеху, вашу энергию. Вы как солнышко сияете. То есть, вас везде видно. Вы любите за ваше ясное мышление, уверенность в себе. Вот это ценит вас партнёр. То есть, вот умение радоваться жизни, быть счастливым, весёлым. И за хорошее настроение в том числе. Так, это у нас четвёртый. Что он нашёл у вас того, что не было других? Здесь у нас четвёрка жезлов. Партнёр – это карта стабильности. То есть, ваш партнёр нашёл у вас стабильность. Может быть, даже вот умение, знаете, быть счастливым. Но опять же, по солнцу это тоже. Уметь радоваться жизни. Даже, я бы сказала, нашёл такого человека, с которым, ну, можно и семью создать. Вот такой вот нашёл. То есть, с этим человеком можно создавать семью. Он надёжный, он стабильный. И тут, может быть, во всех отношениях. И в материальном, и вот по радости, как порадоваться умению жить вместе, в дружбе, в каком-то, знаете, в коллективе. То есть, в хороших отношениях, стабильных. И смотрит на вас, естественно, на вас, как вот на новую любовь. Что-то новое. Кстати, опять звучит слово новое, как по глупцу. Новизна какая-то у вас есть, которая не была в других. Он у вас нашёл что-то новое. Так, это пятое. Шестой. Что он думает о ваших отношениях в целом? Тут королева мечей. О ваших отношениях партнёр логически мыслит. Очень всё чётко размышляет по поводу ваших отношений. Может быть, даже где-то, знаете, так с холодным расчётом. Очень так чётко относится к вашим, относится к вашим отношениях. Он их, ну, я бы даже сказала, где-то просчитывает. Вот так вот. Просчитывает таким волевым решением, каким-то волевыми мыслями, чёткими, чёткими решениями. То есть тут очень такое отношение в целом, что он думает чётко и конкретно к этим отношениям ваш партнёр подходит и логически мыслит. То есть тут нету каких-то супер всё эмоций, всё забыл, голову потерял. Нет, здесь такой конкретный, холодный, может быть, даже где-то подход к отношениям. И если планируют их, то очень чётко, вот так вот, планово и конкретно. И ещё тут может быть вот ещё такое, что человек, вот как я сказал, вот так вот и должно быть. То есть в отношениях. Я вот так решил или я вот так решила, если дама. Вот так вот и должно быть. Вот такое вот в целом об отношениях. Седьмой у нас аркан. Выпал тоже очень интересный. Что ещё хотел бы от вас получить партнёр? Здесь выпал старший аркан умеренность. Поэтому партнёр хочет какой-то стабильности, равновесия, спокойной жизни, скромности и, конечно же, безмятежности. Ваш партнёр не хочет, чтобы вы впадали в какие-то крайности, чтобы вы торопили события. Он может даже вам говорить, вот подожди, вот подожди, вот как будет, потерпи, не торопи события. Вот так вот ещё. То есть не впадать ни в какие крайности, чтобы вы ни там никаких, ни истерик, ничего. Всё ровно, всё спокойно и всё слажено. Вот. И чтобы вы не злоупотребляли никакими ресурсами, ни физическими, ни материальными. Ну, то есть это может быть, чтобы вы не тратили больше денег, чем положено, чтобы вы там не гуляли больше, чем положено, не курили даже больше, чем положено. Ну, вот каждого своё, может быть, расклад общей ситуации миллион. То есть ваш партнёр хочет от вас получить вот такое спокойствие, умеренности и не подгонять события. Вот он, так я говорю, может говорить, не торопи события всему своё время. И итог отношений. Здесь выпала восьмёрка кубков. Это всё-таки уход. И уход почему? Эмоциональное выгорание. Человек захочет, кто-то из вас, двигаться дальше. Желание найти себя. То есть может быть такое, что вот вроде всё неплохо, все чаши на месте, как на рисунке. Но какая-то, знаете, вот может быть такое вот эмоциональное напряжение и выгорание наступить в какой-то момент. И что вы будете чувствовать, или ваш партнёр, или вы вдвоём даже, себя некомфортно. И вы захотите уйти от этих таких вот эмоционально тяжёлых эмоций и уйти к лучшему. То есть искать себя дальше. Вот так вот. Идти дальше. И захотите пустить в свою жизнь что-то новое. Умеренность упала? Наверное, не получится с умеренностью. Ну, это мысли вслух. Обычно никогда не подали карты. То есть вот такая ситуация может наступить, что кто-то не выдержит, ему что-то надоест. И уйдёт от этих отношений. Ещё одну карту достану. Прямо интересно. Но хочу сказать, здесь выпал туз Пентакли сверху на вот эту. Туз Пентакли – это очень счастливая карта в колоде. Это счастье во всех отношениях. Это, естественно, прибыль, зарождение новых отношений, что-то новое, подарок. В общем, всё хорошее. Но я сейчас не награда, повышение и так далее. Я сейчас о том, что в контексте этой карты, если я сверху на эту, то хочу сказать, что если даже ваши отношения вот по такой причине, по эмоциональному какому-то аспекту вы разойдётесь, то это к лучшему. То есть никому от этого не будет хуже. Потому что впереди вас ждёт что-то, вот, счастливая карта такая выпала. То есть, значит, это перемены к лучшему. И уход вот этот вот по восьмёрке кубков от отношений – это только к лучшему. Вас может ждать впереди что-то новое, подарок какой-то судьбы, прямо что-то замечательное и счастья во всех сферах жизни. Вот так вот. И, кстати, ещё может быть даже, ну, то, к чему мы думаем, если сейчас по отношениям, это вас могут ожидать новые отношения, полные сексуального удовлетворения и материальных благ. То есть, это уход к лучшему. Вот так вот. Вот такой получился у нас расклад на мотивы отношений. Приятного вам просмотра моих видео на канале. Благодарю за просмотр. Всего вам хорошего. И до встречи на моём канале. Субтитры сделал DimaTorzok